Хиллари! Хиллари! Такого энтузиазма и таких сторонников нечасто встретишь среди тех, кто поддерживает Хиллари Клинтон. Некоторые стоят в очереди уже семь часов. Но гвоздем программы здесь стала не бывшая первая леди, а нынешняя. Я приехала, чтобы увидеть Мишель Обаму. А не Хиллари Клинтон? И Хиллари Клинтон тоже, но и Мишель. Ее я хочу видеть больше всего. Но голосую я за Хиллари. Приветливая, вызывающая доверие с харизмой, как у рок-звезды. У Мишель Обамы есть качества, которых, как утверждают критики, не хватает кандидату от демократов. Но Хиллари Клинтон знает, что с точки зрения политической целесообразности здесь для нее сгодится и вторая роль. Ничего не может быть лучше, чем быть здесь с нашей самой потрясающей первой леди Мишель Обамой. Они обе принадлежат к эксклюзивному женскому клубу первых леди. И они намерены не допустить того, чтобы Дональд Трамп поселился в Белом доме, в котором они на двоих провели 16 лет. Как говорит Мишель Обама, только у Хиллари есть достаточно профессионализма, чтобы стать президентом. У нее больше опыта и понимания того, что такое президентство, чем у любого кандидата из когда-либо номинировавшихся в наше время. Больше, чем у Барака и у Билла. Она абсолютно готова стать верховным главнокомандующим с первого же дня после выборов. И да, так получилось, что она женщина. Приоритет для Хиллари Клинтон заручится поддержкой молодого поколения женщин. Потому что многие из них не так уж рады тому, что у Америки может появиться первая женщина-президент. Особенно для избирателей, родившейся в конце 20 века, роль Мишеля Обамы может стать решающей для победы Клинтона. Мишель Обама долгое время была не очень активным политическим игроком, но не в этих выборах. Тут она стала самым эффективным агитатором демократов. На президентских выборах в США говорят о важности переломного момента. Но, возможно, в политическом лексиконе настало время для новой фразы – эффект Мишель.